приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео хочу вам рассказать как поднимать процент побед как в принципе побеждать и доводить бой до конца у многих там всяких вода делал и вообще по всему ютубу понадела на видео как побеждать процент побед держать бан там десятки советов там чуть ли не с бубном надо танцевать плясать там ну короче то все фигня банально все не так уж и сложно и сейчас процент побед можно держать точно так же как и раньше я играю один в основном играю в основном на быстрых ст или быстрых т.т. они мне нравятся я всегда на них играл и они приносят победу они приносят статистику играть на них одно удовольствие почему большинство людей думают что на них играть сложно непонятно как по мне сложнее играть на результат на всяких медленных танках чем медленнее танк тем сложнее а если у него еще нет башни это вдвойне сложнее часто люди выбирают какие-нибудь якобы танки для раков но на самом деле эти танки просто сами по себе убогие играть на них тупо нереально ладно там еще медленный тяжик с башней но медленная пт без башни это вообще жесть быстрая пт без башни это еще куда не шло смотря какая у него броня и пушка если она подвижная то там можно приучиться играть но медленные пт без башни или медленные очень тяжи это все очень все сложно потому что ты угадываешь что ты будешь делать в бою от тебя зависит очень малое и стабильно играть на высокий результат на таких танках очень тяжело даже может быть для большинства невозможно но люди на них играют плохо и и считают что они наверное для раков у меня в принципе такое впечатление неизвестно почему люди не играют на нормальных танках но возможно у кого-то там пинг большой или фпс очень низкий кстати с фпсом не соглашусь это надо такой деревянный компьютер что просто уже даже там за 20-30 тысяч можно собрать какой-нибудь коробок на котором можно будет играть в картошку на каком-то ноутбуке тысячелетней давности играть это конечно вообще жесть но есть люди у которых большой пинг там 200 300 400 пинг и при этом при всем если стараться у этих людей бывают нормальная статистика встречались мне такие и так для начала нам нужно выбрать технику если мы играем сами то нам подойдет танк для активной игры что для этого нам понадобится ну как минимум быстрый тяж а как максимум ст лт если вы скиловик то принципе вам этот видос и не нужен дальше как действуем в каждом бою едем на фланг где попросторнее занимаем какую-нибудь не сильно чересчур агрессивную позицию поскольку играем мы одни то нам поможет только наш скилл и внимание которое мы должны обращать на карту приезжаем на просторный фланг занимаем удобную позицию чтоб просвечивать чтобы у нас было укрытие ну и план как ехать вперед либо назад на каждой карте есть очень простые стандартные позиции которые легко занимаются и на них легко удобно играть мало кто их занимает неизвестно почему все любят на утесе там внизу в домиках постоять посмотреть в пустоту подумать про жизнь в то время как на центре есть великолепный камень за которым можно стоять и спокойно убивать всех врагов если быть внимательным и смотреть кто где светится куда смотрит и года кд занимаем эту позицию смотрим на карту выбираем удобный случай для атаки либо если на нас надвигается беда отступаем назад за другую позицию все это время мы подсвечиваем аккуратно врагу стараемся аккуратно накидывать урон смотрим очень часто на карту если где-то видим выгодные позиции и куда можно поехать накидывать тонны урона убивать врагов пользуемся этим поскольку у нас должна быть скорость потому что мы выбирали там для активной игры едем туда убиваем все что там плохо лежит опять же смотрим все это время на карту и думаем где мы будем наиболее эффективны и только таким образом если мы будем носиться по всей карте и приносить пользу самой первой минуты боя мы будем достигать победы они стоя на каком-то куске говна в одном кусту вы бой не решаете решает бой тот чувак который носится по всей карте светит вам стреляет крутит отвлекает принимает урон на себя когда это когда союзники садца выехать из-за поворотов десятером на одного врага все решает этот чувачок который все делает в бою большинство игроков в рандоме это как определенное количество очков прочности и пока эти очки прочности тратятся вы должны найти максимально большое количество удобных позиций для убивания врагов на словах это конечно все звучит хорошо но что же на деле на деле все тоже просто занимают эти стандартные позиции в начале боя вы дальше если будете обращать внимание на карту вы сами будете видеть где враги подставляются ничего сложного нету нужно просто смотреть на карту ведь против вас играют такие же несмышленные нагибаторы как и у вас стоящие в одном кусту вакуумные пакетики и так каждый бой из боя в бой рутинные занимания стандартных позиций которые приносят максимально часто эффективный результат никаких рисков никаких поджимов в неизвестный камень в открытом поле никаких поездок на фланг где никого нет и просто вперед по этому флангу ездить нельзя только когда враг сам позволяет и дает инфу что его можно бесплатно убивать только тогда мы рискуем и при этом при всем мы должны считать сколько танков врагов находится на карте в засвете сколько светилась и сколько не светилась чтобы подумать в голове если эти танки которые не светились находятся на прикрытии туда куда мы хотим убороться будет ли нам больно и все это в голове должно происходить за доли секунд и таким образом будут достигаться победы в соло игре никаких там медленных пт без башни каких-то там убогих тт старых которые там вообще уже устарели быстрые тяжи да они играбельны стшки они играбельны лтшки тоже но самый идеал это наверное ст ну и некоторые быстрые дт если вы это научитесь делать вы будете бои щелкать как орешки и не какие-то там подсказки топ вододелал играйте взводом с хорошими игроками все это херня чаще всего посмотрел такие айды люди будучи слабым игроком берут во взвод себе такого же слабого игрока играют вдвоем это просто минус два человека в команде еще они на плохих танках это просто минус два в команде но как же научиться на ст не буду же я сразу садиться на ст 10 и ломать рандом пополам а для этого есть танки средних уровней и чуть ниже десятых на которых играть одно удовольствие настолько там легко набивается урон в n8 статистика процент побед все то что вы хотите и при этом при всем играется легко таких танков уйма на средних левелах и научиться играть очень легко не вот эти вот низкие лывала там где т67 в одном кусту на таком танки вы будете только деградировать я вас учу активной игре они стоя в одном кусту если вы хотите научиться играть на ст можно попробовать стр в 74 шведский танк 6 уровня средний т20 пантера м10 потом попробовать что-нибудь из девятого уровня е50 м46 под танк также какие-нибудь быстрые тяжики очень хорошие с отличной башней пушкой такие как конкурер на восьмом уровне кернарман очень хороший т10 леопард пта еще куча всяких остальных танков по поводу позиции стандартных если вы вообще не понимаете какие занимать вы можете посмотреть на стримах куда еду я и все будет понятно либо же скоро стартует рубрика в которой я буду рассказывать тактики по картам с вами был варчик играть красиво пока